Подрядчику предстояло справиться с колоссальным объемом работ. За 60 лет поликлиника ни разу не видела капремонта. Нужно было буквально преобразить здание внутри и снаружи. Спустя полгода тройку уже не узнать. Поликлиника получилась очень уютная, современная. Здесь будет уютно не только врачам находиться, имея современное оборудование, но и, конечно, нашим пациентам. Я много поликлиник видел в Москве. Эта поликлиника не уступает ни одной поликлинике, ни одной московской поликлинике. О завершении ремонта главный врач поликлиники Елена Молчанова доложила лично президенту Владимиру Путину. Глава государства высоко отснил темпы и качество проделанных работ. Елена Александровна, за полгода, что ли, так отремонтировали? Да, да. Елена Александровна, а качество? Довольно качеством? Очень довольны качеством, Владимир Владимирович. Использовались современные материалы. Все под строгим контролем. Ремонт проводили в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения и в соответствии с брендбуком Минздрава. Работы обошлись в 189 миллионов рублей. Обновили стоматологическое отделение, оснастили рентген-кабинет, оборудовали зону забора крови. Кстати, теперь ее отправляют в единый центр на исследование. 20-25 пробежек. Мы их центрифугируем. Затем мы всю центрифугированную кровь вставим в холодильник до приезда курьера. Еще одно новшество регистратура будет работать по системе БАРС. Это значит, все данные о диагнозах и лечении пациента станут доступны для всех российских клиник. Например, мы направление написали, я фантазирую, в какой-то научно-исследовательский центр. Оттуда врачи могут увидеть нашу электронную карту? Да, Роман Владимирович. Или надо с собой будет что-то делать? Вопрос в том, что именно из-за этого мы на систему БАРС и переходим. Вот старая система, старая карта не позволяла. Не позволяла, не сшивала. А новая карта, сейчас мы сможем выходить уже в общую Минздравскую карту. Открытие поликлиники ждут 67 тысяч курян. Она начнет полноценную работу уже с будущего понедельника. Ангелина Яхонтова, Роман Федорков. События дня.